Я ещё хочу спросить про учебники. Вы сами покупаете учебники? Берёте где? Платите ли вы за них? Учебников есть такая тоже программа, называется «Аренда книг». Для начальной школы это удобная программа, потому что все книги, в принципе, в них можно писать, а эти книги в конце года не сдаёшь. Если покупать в магазине, то выйдет примерно одна и та же сумма. А вот уже в старших классах есть такие учебники, в которых писать нельзя. И они передаются тоже, ты платишь на это деньги, приходишь, получаешь в школу, в конце года сдаёшь. Ну, как и раньше. В конце года сдаёшь в библиотеку. В конце года сдаёшь, что не все. Тех, которых ты писал, можно было писать, не сдаёшь. Вот, например, по английскому учебник ты там пишешь. По математике. По математике и в ритмах ты это не сдаёшь. Потом, ну, расскажет Лия, она у нас каждый год ходит на эту работу. Мы ей говорим, в общем, у людей каникулы, а Лия ходит в школу. Расскажи, что ты там делаешь? В школе, когда наступают летние каникулы, мы приходим в школу. Кто это мы? И я, и ещё пару детей, и учительница, которая раньше меня учила. Ну, то есть тот, кто ходит, или кого выбирает учительница, которая... То есть кто желает. Не, учительница, не пар. Короче, значит, там мы должны подготовить книжки на следующий год. Например, если книжки, которые сдают, например, если кто-то нарисовал, значит, надо взять ластик, смыть. Это чтобы второму ученику уже было хорошо с этой книжкой. Например, что-то порванное, заклеить. И даже приходят те книжки новые, в которых мы уже пишем. Вообще новые, их чинить не надо. Там может что-то во время пути, что-то порвалось, испортилось. Тоже мы их проверяем. А то, эти книжки мы собираем по группам, а потом уже по классам. Сначала, например, математика. И всё математика. Английский, всё английский. И потом это вместе в один класс, который вот так складываем. И вот так вот мы делаем. Но мы это делаем не с начала до конца. Типа не с первого дня каникул летних до последнего дня. А где-то с половиной. Вот. Леечка, я хочу уточнить всё-таки. Как вы сортируете эти учебники? Расскажи, пожалуйста. Ну, например, английский, русский и геометрия. Вот, например, то, что у них есть. Складываем это вот так, как надо. И потом только сколько учеников есть, так мы и складываем. Вы, короче, для класса. Если в классе сорок учеников, вы откладываете сорок математик, сорок английских, учебников английского языка и так далее. Ну, а не штопочек английский вот так, а типа английский, потом сверху математика и вот так, типа каждому ребёнку. То есть вы каждому ребёнку собираете комплект учебников. Всей школы даже нам. Да, для всей школы. Каждому-каждому ребёнку. Потом берёте эти книжки в пакет. Закрываем. И потом... Подписываете, да? Подписываем. Приходят родители, забирают пакет, и у этого ребёнка уже есть книжки. Всё понятно. И, конечно же, приходят мои родители, и я говорю, привет! То есть эта процедура... Очень веселая. Подготовка, конечно, долго длится, потому что наша Леечка и старшая тоже, они вместе всегда ходили, сортировали эти книги. Ну, им это нравится, потому что их там учительница как раз-таки этим заведует. Но каждому-каждому ученику собирают комплект пакетик, написано имя, класс, и приходят родители. Там ничего не надо делать, только им вручают этот пакет, отмечают, ставят галочку против их фамилии или имени, что они уже получили вот этот класс. Например, Лия, класс Гиммель, она получила. Всё понятно, очень хорошо. И иногда мы не пакет засовываем, а просто даём родителям книжки, пакет, они уводят и сами засовывают. А чё нам всю работу накидывать на нас? Ой! Если они не селистали, сделают, ничего не будет. Можешь купить себе сама учебники и пользоваться этим комплектом. А где продаются? Есть магазины. Есть магазины. Есть магазины. Есть магазины.